Тромка, друзья! Одно из главных зрелищ современного третьего Варкрафта это вечный гранд-финал в ESL Open Cup между двумя сильнейшими игроками Европы и одними из сильнейших игроков планеты. Это Хэппи, который стартует сверху слева, российский игрок за нежить, и Фогги, украинский ночной эльф, который стартует снизу справа. Вообще, на самом деле, это просто чистый скилл, любая их встреча, это сумасшедшая битва с невероятным уровнем игры, с невероятным уровнем понимания, микроконтроля, макроконтроля и так далее. Однако, тем не менее, именно у Хэппи сумасшедший винрейт против абсолютно всех игроков, последние три года он вообще никому не проигрывал в Best of 5 формате, то есть от трех побед за нежить. То есть никто не мог остановить, но совершенно недавно произошло маленькое чудо, маленькое такое вот событие. Фогги смог победить в финале ESL Open Cup'а Хэппи совершенно недавно, несколько недель назад или месяц назад, я уже не помню, время вообще течет незаметно. Однако, тем не менее, после этого что-то поменялось, такое чувство, что Фогги смог получить наконец-то ту уверенность, которой ему не хватало, потому что, ну, я думаю, многие это знают, и я часто про это говорю. У Хэппи есть аура ДК какая-то, которая его окружает, не зря его зовут Дмитрий Костин, все символично, все имеет смысл. Любой, кто играет против Хэппи, начинает играть в несколько раз хуже, просто потому что у него давит эта аура. И Фогги смог ее преодолеть, такое чувство, и, соответственно, их встречи, их битвы стали еще более напряженными, еще более страшными, еще более невероятными. Сегодня я предлагаю вам кайфануть от очередного финала ESO Open Cup, который прошел вчера, 29 марта 2021 года. Twisted Meadows, последняя карта, Фогги начинает с Демон Хантера, и при этом с очень поздним древом войны, он сразу же побежал на оппонента, заметил рыцаря смерти. Хэппи тоже побежал на Харас, видимо, не ожидал такой стратегии от Фогги. У Фогги явно какая-то супер необычная, супер нестандартная заготовка с Демон Хантером, с моментальным переходом в Охотниц. То есть, вот такой вот билд у него будет, посмотрим, как Хэппи будет к нему адаптироваться. Вообще, эта карта часто считается андетской, потому что на ней проще играть андету в какой-то степени, с другой стороны, эльфам легче ставить базы по всей карте, хотя это не всегда надо, особенно учитывая, когда ты играешь с Демон Хантером, то есть ты не особо мобильный. Ну да ладно, давайте посмотрим, это все не так важно, это все теория, на практике все будет, как всегда, работать по-другому. Обратите внимание, поставил Некрополь, Хэппи делает все возможное для того, чтобы как можно быстрее качать технологии, потому что Некрополь не стоит дерева, он стоит только золото, соответственно, у тебя есть небольшой переизбыток дерева, ты из этого в теории раньше нажимаешь Т2, или по крайней мере, также у тебя есть возможность произведить дополнительных околитов, если твоих рабочих будут бить, если там, например, какая-то Варден, которую часто берут на этой карте. Как видите, с помощью скелетов Хэппи гоняет Фогги, заставляет его тут микрить, заставляет добывать меньше дерева, но в целом пока что ни одного виспа не убил, поэтому все более-менее под контролем. Демон Хантер бегает за Рыцарем Смерти, пытается выжигать ему ману, собирается контролировать врага, но в этом состоит суть этого героя. На Twisted Meadows давненько они видят, что именно так играли, но на других картах так играет регулярно. И при этом снизу ставят Фогги дополнительную базу, то есть это Охотница в Экспанд и при этом параллельный Т2. Очень любопытная заготовка, необычная, то есть, ну, я не думаю, что мы это видели, хотя бы некоторое... Ну, то есть, это огромная редкость, как играют, в принципе, в Варкрафте уже все плюс-минус известно, но это явно супер нестандартная заготовка. С Вурдалаками Рыцар Смерти вышел для того, чтобы закрепить какую-то точку, получить опыт. Все-таки, да, он прокачал ауру для того, чтобы не страдать от нехватки маны, но, как мы видим, Виз просеял только что скелетов, однако шикарное окружение от Хэппи из-за той же самой ауры заставляет Демонхантера терять много ХП, но при этом заранее Фоггу купил посох телепорта, он предвидел такую ситуацию и возвращается домой. И спил с колодцев, и герой у него восстановлен. Плохо, что колодцы закончились, хорошо, что герой живой. Отводит Охотница Нитралов, хочет, возможно, закупить кого-то в лагере наемников, или покрепить хочет, или что вообще. Или это просто случайно прошел мимо Юнит, Охотница тут еще отдалась на Нитралов, или что, как это вообще произошло. Видимо, какая-то неприятная ситуация произошла, скажем так. Но да, действительно, на Нитралов отдалась Охотница, и такое бывает, дамы и господа, вообще. Человек, который с Муном, с Лином, с Хэппи сражается на равных, отдает Юнитов на Нитралов. Он тоже человек, мы все люди, получается. Но в таких моментах ты действительно начинаешь понимать, что, черт побери, мы все люди. Это жестко. Алхимик вторым героем. Вот такой вот выбор. Видимо, потому что это мультивакциональный герой, у которого есть возможность и лечить, если он будет играть через лечение, и урон наносить с помощью бомбы, и ярость можно качать в случае чего. К тому же на этой карте часто играют горгулями, а Фоги не видел второй склеп, кстати. Поэтому он не уверен на 100%, что это горгулии, но он, ну, как бы об этом уже скоро узнает. Тем не менее, там делается Т3 и делаются горгульи. Алхимик неплох против горгульи, потому что бомба залетает в них, у них минус броня, они получают много урона и так далее, и так далее. Все, наконец-то заметил второй склеп, теперь есть 100% информация, что это масс горгульи. И при этом нет дополнительной базы, то есть это однобазовый андет без леча с масс горгульями в стиле Мэтт Фрога. Это лудскульная страдка. Потом он добавит леча, как только соберет стак горгулий и будет, собственно, различать по карте и воевать. Листоматра Леберсерка берет как раз для того, чтобы урон по воздуху, потому что прямо сейчас Фоги играют охотницами, а охотницы явно не совсем подходят для того, чтобы воевать с воздухом. Алхимик второй уровень взял ярость для увеличения скорости атаки. Древо войны желательно не терять, древо жизни было построено. Т2 позволяет строить древо мудрости, чем прямо сейчас и занимается Фоги. Судя по всему, он планирует перейти в Дриад. Демон Хантер, конечно, видите, какую роль в игре выполняет? Он просто бегает по карте, мешает оппоненту. То есть это вроде как герой для кача, но он бегает и мешает в первую очередь. На самом деле, тут, возможно, очень даже не помешали бы сапоги, для того, чтобы проще по карте было бегать. Так что черт его знает. Сейчас, один момент. Не хочу перезаписывать, потому что уже собрался комментировать до конца, а я мессенджер один забыл закрыть. Гаргули. Билетают. Тут можно гонять виспов, если они есть. Но, как видите, заранее Фоги отвел виспов. Везде по карте их держат. Вон висп тут, висп где-то еще здесь. Есть вообще виспов током, и так уже много, если задуматься. Хотя, не, о них нормально. Раз, два, то есть их суммарно шесть в шахте и пять на дереве. На это крошера нанимать, без дерева будет Фоги без крошера. Стражевое древо ставит заранее. Знает про базу Хэппи. Нужно отходить к героям, иначе он откинет копыта, потому что там нулевая броня из-за бомбы. Гаргули пытаются найти что-то, что можно уничтожить. Там уже появляются дриады. Пока что желательно их особо не терять. Магазин. Ну, в итоге ставится спокойно база, и Хэппи пока что этому никак не может помешать. Абсолютно ни в каком виде. Но можно гонять виспов вот так вот, да? Получается не турно. Но Фоги реально нужно купить крошера. Реально. Мне очень нравится, как сплетит Гаргули, конечно, Хэппи. Мало кому так удается делать. То есть, допустим, у тебя летит бомба, и он раз за разом, обращайте на это внимание, раз за разом, если есть хоть какая-то возможность, хоть какой-то микромомент, он пытается сплетить Гаргули для того, чтобы бомба не попала по всем. Мало кто так делает вовремя, потому что... Ну, поверьте, это тяжело, потому что у тебя буквально есть полусекунды на реакцию. Иначе ты не успеваешь. Медицинский трактакт. Есть посох телепорта. Просто с гаремом бегает здесь. Греховодник. Не зря же греховодник, правильно? С женщиной бегает. РЦ смерти без телепорта. Собственно, вот так вот, наверное, сделаем. Хотя, получается не очень хорошо, потому что фиолетовый цвет плохо виден на карте. Вы там просто видите, фигня из себя от лица. Фоги смотрю, тут показывается так, как будто тут ляпи с трансмутатор и закрыт вот эта вот штука. Ну, давайте вот так вот будем смотреть, чтобы по цветам вас не портить, по цветам вас не портить, будет нормально. Ну, кстати, надо точно армор качать. Там уже вторая бомба и минусовая броня. То есть, горгульи просто их разрывают. Но Хэппи, видимо, понимает, что он играет без базы. Он играет без базы, он собрал армию. У противника армия слабая. Горгульи, которые уничтожают охотниц, прекрасно тут будут выполнять роль внутриигровую. Ушел в итоге герой, спас себе жизнь, демонхантер. То есть, сейчас момент истины для Хэппи, он должен чего-то добиться. Он очень много чего вкладывал в этот момент. Он купил свиток исцеления, он не сделал второго героя, он вложился очень сильно в армию. И, соответственно, прямо сейчас он должен сделать все по максимуму для того, чтобы забрать максимальное количество юнитов у оппонента и вообще в идеале забрать базу. Это будет сделать его очень тяжело. Но, как говорится, терпеливый охотник дождется добычи. Мало Хэппи у рыцаря смерти, но, если что, есть свиток исцеления. Робо-мага тоже хорошо, он ее не продал, хотя она ему сейчас не особо нужна, но в дальнейшем она нам понадобится. Вторую ауру взял, потому что все равно маны на Каиле не будет, а вот вторая аура может помочь горгульям. Да и героя для того, чтобы просто был повышенный реген Хэппи. Пытается уничтожить магазин, вылетает Каилу в одну из горгуль, в итоге больше ничего не осталось. Демонхантер страдает под рыком, зелье лечения покупает, второй уровень есть. Статуи в итоге забрали, здоровье не восстанавливается. Ярость заканчивается у Химика, ему нужно теперь отходить в идеале. Очень мало юнитов у эльфов, даже можно посмотреть на лимиты. Боевые 39 на 28, 43, то есть все вурдалаки с собой, там только два вурдалака дома. То есть тут действительно 39 лимита на 28, 10 лимита преимущества. Горгули умирают, грамотно пытается контролить горгулями, прокачаем каменную форму, но их тоже так убивают. Ну, в итоге Фоги здесь, конечно, пытается как-то отмикривать, отходит туда-сюда. Мне очень нравится, как Фоги начал микрить в последнее время, в последние месяцы. Раньше у него был величай, ну, типа, очень шикарный микроконтроль, но было много, по моему субъективному мнению, лишних движений. То есть он повышал АПМ просто для того, чтобы повысить АПМ в некоторых моментах. То есть количество действий в минуту. А сейчас у него хирургически точные действия, то есть он лишних действий почти не делает. И, соответственно, и его АПМ стал максимально эффективным. Он не законтраливается там, где это не надо. Так что... Фоги стал хорошо очень управлять своей армией и значительно лучше, чем раньше. Что не может не радовать, потому что демонстрирует, что игрок растет над собой. Делают улучшения на защиту Дриадом. Вообще, в идеале, это, наверное, должен быть приоритетный апгрейд, даже больше, чем атака, для того, чтобы они не умирали под фокусом. Горгули. Это очень важно. А Хэппи был вынужден отойти, для того, чтобы немного прокрепиться. Это дает время Фоги на строительство армии. И, на самом деле, Хэппи нужно как можно быстрее что-то придумать, потому что он, как бы, играет с одной базы, я напомню. Он играет с одной базы, а он ставит 5-ый Зиккурат и планирует выходить с 60 лимита. То есть он планирует собрать 60 лимита, после этого опять атаковать без экспанда, судя по всему. Интересное решение. Субимаска выпадает. Ну, возможно, можно отдать алхимику, хотя там у него не две активные способности в том плане. Ого. Блин, сейчас же умрет, ляпит трансмутатор. А! Найс. И на свитки уходит. Блин, офигеть контролит, а? Нормально просто. Можно сказать, повезло, потому что все-таки в Варкрафте есть киева урона. То есть, возможно, там просто не так много урона прошло, но тем не менее, это просто фантастика, как тут все получилось сделать. Да, Субимаска, возможно, не так нужна алхимику, потому что он просто бомбу кидает, а Аман ему на это хватает. Поэтому, возможно, стоит продать этот артефакт, но можно и оставить. Как бы, он точно неплохой. Дополнительные триады, опять же, против Гаргулии и Вурдалаков. Это вполне себе юнит, особенно если делать улучшения всевозможные. Видите, приоритет улучшения именно на защиту. То есть, у него будет 1-2. Для Гаргулии только первое улучшение на атаку есть. Второй герой почти сделан. Это Лич. Со сферой будет бегать уже с самого начала. Два свитка исцеления с сферой и одеяния мага. То есть, будет сразу же плюс 11 к урону, что немало. Желательно нажать Т3, для того, чтобы сферу как минимум купить. Можно еще всякие ничтеки покупать. Ну и выйти в других юнитов. Гноут падает. Пятый уровень почти есть. О, ну Лич будет вообще батя прям. Посмотрите на это. Плюс 16 к урону на первом уровне. Прям. Нарядный гражданин, я бы сказал бы. Или плюс 17 даже, если он эту книгу возьмет. Лич подходит. Рак ледяной черепы. Главное, чтобы он не роковал. Телепорт. Очень важный. Если что, телепорта нет у рыцаря смерти. Можно его под фокусом забрать. Заберет ли его под фокусом? Броня нулевая просто за секунду! За секунду умирает ключевой герой. А дальше что? Он же артефакта не передал. Лич никакущий совершенно. С другой стороны, Дриад мало осталось. Шикарная бомба залетела в Гаргулии. Не успел распредить их хэппи. Вурдалак, правда, все еще много. Забирает Берсерка. Гаргулии пытаются забирать Дриад. Дриады пытаются сплититься. Бегать туда-сюда. Разваливаются, бомбы залетают вурдалака. Пытаются отойти. Отсюда хэппи. Потеря героя была ключевой. И теперь он будет, понятное дело, его вкупать. У него нет времени его восстанавливать. Ему нужна аура. Без ауры ничего не может. Ему нужно передать артефакты Личу. Обязательно. И одеяние, и когти тоже обязательно передать. Статуи есть. Как-то восстанавливаться можно. Не успел передать другие артефакты. Главное, передал сферу. На стольное время не хватило. В итоге, как видите, Дриады за второй брони неплохо так живут в бою. Но хэппи все равно очень много. То есть у него серьезный такой лимит. Смотрите, на 45-60. В действительности боевые лимиты примерно равны. Потому что у Фоги 20 виспов. На секундочку. 20. А там 5 аколитов и 0 на дереве. То есть у Фоги 21 рабочий. У хэппи 5. И это вурдалаки без дерева. То есть типа 45... 44 лимита армия. 44 лимита боевого, который тут сейчас стоит и воюет. Большую красную питочку забирает. Лич может прокачаться здесь до третьего. Особенно если рыцарь смерти отойдет. Выпадает там... Ууууу! Большой амулет маны. В принципе, не дурно. Теперь у рыцаря смерти так много маны, что демон хантеру будет тяжело все выжечь. Особенно если покупать банки маны. Т-3 делается? Нет, Т-3 пока не делается. Играет дриадами. Есть невоязвимость, есть свиток исцеления, есть банка здоровья. Есть два стафа. Можно спасать друг друга. Поск телепорта. Есть только у демон хантера, а у химика нет. Неплохой крипджек, но не судьбоносный, потому что успел на аурии отойти андет и занять более-менее выгодную позицию. Третий лич, вторая новая, что хорошо для того, что фокусит героев. Демон хантер нажимает невоязвимость. Там новый не было, но тем не менее фокус может быть серьезным. Светок исцеления прожимает. Дриад пытается воевать. Мало остается андета. Не так уже много. Пытается забрать лича. Против лича ничего нет. У него нет невоязвимости, нет ни кайла. Забирает лича. Здесь флоги. Все очень неплохо получается. Пытается еще забирать других юнитов, каких-то горгулий, что-то еще. Статуя выжигает ману, потеря лича фатальная. Просто нет урона для того, чтобы забирать тех же героев. Можно точечно забирать вурдалаков, прокачивать своих персонажей. Четвертый демон хантер. Это все-таки сильная тема. Алхимик к пятому идет, между прочим. Это будет или третья ярость, или третья бомба. А что? И то, и то. Очень сильная. И я напомню, все это время у Фокки работает дополнительная база, а у Хэппи базы нет. И у Хэппи скоро мейн заканчивается. Там осталось сколько? Четыре минуты. Четыре минуты золота добычи только осталось. Да, лича выкупает, потому что нет времени восстанавливать его в алтаре. У него, ну, это антитемпо. Ну, армии только нету Хэппи. Воу. Вообще, просто закончился весь. Продолжает делать горгуль. Все очень хорошо у Фокки. План Хэппи совершенно не сработал. Абсолютно просто не сработал. Несколько отдач. Несколько плохих микромоментов. Плохих реализаций. И в итоге весь план заключался в том, что он с одной базы собирает армию, идет душить, сносить оппонента. Но как-то оно не пошло. Как-то оно не пошло. Ляпи с трансмутатор, с маской. На этой красной точке можно получить что-то крутое. Демон Хантер на посохе может прилететь. Он сферу хочет? Да, он 3 сферу хочет. Бомба залетает. Опять же, с алхимиком крепить вообще эту карту одно удовольствие. Это одна из причин, почему был взят алхимик. Бомбу кидаешь, и все что угодно умирает за пару секунд. Амулет маны. 640 маны алхимик. Понимаю. Блин, будет у него, конечно, лечение. Вместо ярости это было бы дико полезно. Но так это реально... Ему не нужно столько маны. Не нужно. Просто не нужно. Так что дроп плохой, на самом деле. Как бы это странно ни казалось. Он ему не нужен. Потому что что Демон Хантеру, что алхимику в текущих реалиях не нужно много маны. О, хороший дроп. Левиный Рок Штормграда. Лич уже четвертый, что само собой сильно. Покупает дирижабль. Он на остров летит? Ммм. Он что, планирует экспант на острове ставить? В принципе, учитывая, что в других местах его могут наказать, это не самая плохая идея. Кельталаски и Сапоги. Очень крутой дроп для Демон Хантера. Он теперь пятого уровня. Оба героя эльфа пятого уровня. Теперь прям надо идти воевать. Экспант снизу слева ставит. Тут точка крипится. Смотрим, что будет выпадать с Гранитного Голема. В Лещу хочет отдать весь опыт, поэтому Рецерр Смерти отходит. Он, кстати, почти шестой уровень. Может, он будет третью ауру взять. А тут, тем временем, выпадает Идол Леса. Фурбулк Свидопыт. У него, вроде как, есть омоложение. Что круто. Продание противодряд. Или это, подожди, Фурбулк Свидопыт. Это не Фурбулк Воитель. Это не чел, у которого аура есть. Так, Фоги решил сыграть... Фоги решил включить внутреннего муна. Знаете, у любого эльфа внутри, в сердечке, есть фаза луны. Так вот. Это сейчас та самая фаза. Это называется, я играю на Twisted Meadows, я ставлю везде базы. Да, конечно, крошер мега поздний. Потому что все это время у Фоги было мало дерева. Он играл дриадами. Но, тем не менее, на самом деле, у нас все хватало. То есть, он играл масс дриад, которые дорогие по дереву. Он делал улучшения на атаку и защиту. Он все-таки смог нажать Т3 в итоге. То есть, вроде как, и дерева не должно было быть. Но, более-менее, все нормально. Точку закрепил, и Фоги смотрит. Дирижабль в перезарядке был. То есть, он увидел тут закрепленную точку. И отправляет сюда. Потому что он увидел, что там один дирижабль уже был куплен. И, соответственно, если дирижабль был куплен, значит, скорее всего, остров был закреплен. А пока что Хэппи не ставил тут базу. Там купили подрывника. Будет пытаться здесь что-то уничтожить. К зекуратам пройти. Хэппи очень поздно среагировал. Но, с другой стороны, среагировал. Потому что он не успел подойти к зекуратам. Исследование завершено. Неуязвимость есть у Алхимика. Антимагическая защита также есть у Демон Хантера. Поэтому жить кое-как в бою можно. Горгули много. Но только первое улучшение на атаку. То есть, это перебивается все-таки наличием защиты у Дриад. Грамотно став на Алхимик своего товарища. И потом сам на посохи уходит. Пятая база. Понимаю, Фоги. Понимаю, понимаю. Золота много не бывает. Пять баз на карте. Ну, в принципе, мейн закончился. Базу здесь пытался поставить Хэппи. Но Крошер, который обычно должен пилить дерево, решил попилить золото. На вражеской шахте. И, собственно, Акалита. Мясо порубить. Вообще, на самом деле, слишком много рабочих. 16 виспов плюс еще 2 Крошера. Это слишком много. Главное, не перестараться в этом плане. Потом можно... Можно поплатиться за это, скажем так. Все-таки, наверное, надо сделать второе улучшение на атаку. Это, конечно, дорого в текущих реалиях, но тем не менее. Опять нанимает? Да, опять нанимает подрывника. Все-таки хочет попробовать Зикурат убить. Но Хэппи точно среагирует. Он точно нажмет правой кнопкой мыши на подрывника. Да, видите, о чем я говорю. Но он дойдет. Вурдалаки не вышли, Акалиты не вышли. Никто не закрывал проход. Хм, странно. Обычно до этого Хэппи в таких моментах выводила там Акалитов, блокировал проход, знаете. Ну, а так он на халяву Зикурат просто отдал. Пытается. Демонхантер. Нажимает на него свиток телепорта для того, чтобы спастись. Сейчас ситуация просто архиплохая. Да, и он снизу воюет с противником, который сверху. Который изначально хорошие позиции. Шестой уровень у рыцаря смерти. Третья аура. Теперь очень быстрая армия нежити, конечно. Летает супер фастово. Тут база была отменена. Тут база тоже будет отменена. Но, тем не менее, тут база строится. Ой, блин. Почему не тут делает? Люблю, когда эльфы вот тут базу ставят. Это же просто шедеврально. Богословение природы, кстати, прокачал. Не забыл. Даже на это дерево хватило. Ну, в принципе, сейчас дерева более чем достаточно. Сами видите, что его много. А где второй крошер? Он с армией бегает или что? Опять пошел в размены. А, крошер продолжает летать везде. Это боевой юнит, который отменяет все что только можно. Тут база не ставится. Опять же, хэппи без базы сидит. Начинает ремонтировать. Ресурсов не так уже много. Триады, которые размениваются базами, это, конечно, умурительное зрелище. Что еще могу сказать? Вернулся Лич, вернулся Рыцарь Смерти. Много очень урона. Забирает ряд. Сами видите, как много они урона наносят. Рыцарь Смерти окружен. Да, да, окружен действительно. Но, но... Я не думаю, что это долго будет продолжаться. Рыцарь Смерти никак не может пройти, потому что он под замедлением от темной цитадели. Соответственно, он был вынужден использовать телепорт. Да, конечно, окружать рядами, это такое себе удовольствие, как видите. Сумасшедшие потери абсолютно того не стоили. Но можно Лича забрать? Лич! Лич! Темная цитадель не замедляет алхимика. Алхимика, наконец-то, начали замедлять. Возможно, если бы нажал неуязвимость, мог бы забрать на самом деле. Теперь прожимает цветок телепорта, пытается отойти. Триад собой забирает. А вот Крошера нет и бесплатное убийство. Крошера, там одна тычка для Лича оставалась. Боже, какая обида. Реально мог бы забрать. Мог бы. Но, с другой стороны, база тут была потеряна. Базу новую ставят Фоги. Фоги, повторюсь, включил фазу Муна. Начинает делать Великанов. У Великанов есть осадный урон. Плюс один против Горкулии хороший. Сфера яда появилась у Демонхантера. А Алхимик сам по себе единственный герой ближнего боя, который может без сферы атаковать воздух. Фишечка маленькая. Нет, Дирижабль. Я даже слышал, как он нам кричал. Нет! Вы слышали? Нет! Кстати, ставят шахту. Есть ресурсы, благо. Светка телепорта. Ничего нет абсолютно. Но Лич запакован. Это самое главное. Урона много. Плюс 16. То есть это сколько получается? 42 плюс 15, 52, 57 урона в среднем. Нормально, нормально. И при этом еще урон, броня понижается. Так, да, отменяется, судя по всему, древо жизни. Алхимик, возможно, ему нужно бежать. У него есть, если что, и неуязвимость, и свиток телепорта. Поэтому вряд ли он тут умирает. С него слева база не ставится. Тут золото пока что не добывалось. Учитывая количество дерева, всех фейспов можно было бы отправить на золото, но просто не успевает. Мэйн решил перекопаться сюда, вместо того, чтобы ставить новое древо жизни. На самом деле это может стать проблемой, потому что все-таки колодцы тут находятся. И когда ты стафаешь юнита, стафаешь героя, он хочет пойти на колодцы. А тут колодцев не будет, герой стафается. И ему нужно будет еще пол карты пробежать, для того, чтобы восстановить свое здоровье. Поэтому, в принципе, иногда кажется, что лучше оставлять базу дома. Интересное решение от Фоги. Он решил тут ставить базу, специально для того, чтобы тут базу не спалили. Тут он типа ее достроит, она на богословении природы быстро вернется домой. Шахта почти достроена у Хэппи. Понятное дело, Афоги знает об этом. Он просвет, видимо, использовал с лабы, поэтому он в курсах о том, что происходит. И он сейчас, возможно, бежит на лабораторию покупать дирижабль, скорее всего, да? Да, и будет лететь на шахту на острове. Великаны сбоку старались третьим улучшением на атаку с дубинками выносить здание. Видимо, план Фоги в этой игре это играть разменами. Ну, в принципе, должен все убивать. Заранее высадился. Алхимик врубил Яры для того, чтобы быстро пробежать. Ну и, соответственно, тут Акалиты должны умирать. Хотя, продает шахту, да, для того, чтобы хоть часть ресурсов вернуть. Ресурсы на новую шахту, если что, есть. Забрать бы Акалитов, улететь для того, чтобы новых не строить. Но законтролился в другом месте, потому что окружал великанов. Подожди, а где второй великан? Где-то есть. Ну, окружение великана это жестко, конечно. Супер много опыта можно за него получить. Высадился на главной базе. Почти уничтожил дирижабль, но в итоге не смог. Хочет уничтожить магазин. Для того, чтобы у противника не было возможности строить статую, покупать какие-то расходники. Дирижабль в итоге уничтожил. Теперь Хэппи будет вынужден потратить ресурсы на новые, если он планирует опять на остров лететь. Но, судя по всему, он не планирует на остров лететь из-за этого. Потому что дорого. Хотя у него ресурсов даже и так просто на шахту нет. Ему только бы артефакты продать или здания продать, может быть. То есть у него и так сопо и блок. Может один зигурат продать и один склеп. Хотя зигурат их хочется оставить, чтобы у него меньше 50 будет. Он мог бы что-то построить. Отменяется оплетение рудника. Дриады. Бегает по всей карте. Древо жизни было построено. Сюда садится. Два подрывных отряда. Успеет ли они что-то уничтожить. Акалит пытается стопить. Нет, просто не пытается стопить. Должен уничтожать здесь склеп. И склеп, судя по всему, будет уничтожать. Но он в мейн хочет взорваться. Да, и склеп уничтожает в мейн. Пытается уничтожить Древо Вечности. Как видите, уже четверть ХП была уничтожена. Тут про базу в курсе. Смотрите, лютая макро какая-то начинается. Старкрафтерская, да? Разводы бесконечные. Просто бесконечные. Древо Вечности вышло. Туда подошел Химик. Кинул бомбу. Нанесу много урона. Вечность выкопалась. Съела дерево для того, чтобы восстановить здоровье. И теперь будет опять оплетать рудник. Делается третье улучшение на защиту. И только потом грейд на колодце. Так поздно и делать грейд на колодце. Но пока что вроде это ему не аукнулось. Поэтому все нормально. Кстати, эта шахта тоже скоро закончится. Можно будет перекопать Древо Жизни куда-то. Вот это я называю психанул. Просто три сторожевых древа против горгулей. Вообще да, желательно это Древо Жизни уничтожит. Там уже золото добывается просто. Продал Супер Маску, кстати. Для шахты, видимо, да? Да, для шахты он тут базу ставит. Дриада пали для того, чтобы тут все было нормально. Ее можно было бы вернуть домой на самом деле. Отправить обратно Дирижабль. Два поганища есть. Отменяются сторожевые древа. Нажимает неуязвимость. Альхимик специально для того, чтобы не откинуться. Ну, возможно, это была паника даже частично. И как же Альхимик, конечно, наваливает. Очень много урона наносит. Третью бомбу, кстати, прокачал. Да, обратите внимание. Ляпец Трансмутатор теряет много здоровья. Все-таки у него всего лишь вторая броня. Если было бы хотя бы одно кольцо защиты, было бы полезно. Начинает разваливать горгульи потихоньку. Они под минус броней, поэтому много урона получает. На 13% больше. Древо Жизни здесь долго будет еще падать. На посохе вернулся в итоге Альхимик. Дрят еще немного есть. Но Диман Хантер уже пятый. У него много урона. Есть третье выжигание. Герои бегают в сторонке для того, чтобы не подставиться. Залетел Койл для того, чтобы манну просто так не потерять из-за выжигания. И, в принципе, в этом есть, само собой, смысл. Потому что там аж выжигание на 150. Это супер много. Это 2 кайла, если что. Да, золото отбывается. Хэппи. Правда, тут смотрите, что великаны делают с дубинками. Не просто выносят здание, а под ноль. Вот вам и осадный урон. Сами видите, что происходит с зданиями. Но Фокки не в курсах. Про базу сверху, по крайней мере, скорее всего. Да, великаны тут окружают, но он бойню точно уничтожает. А дальше уже, вот, окружая того, чтобы он дальше просто не прошел и не атаковал следующее здание. Это, опять же, много опыта. Это будет седьмой уровень для рыцаря смерти. Это даже непонятно, что брать. Ульту, возможно, да? Гальванизация в какой-то ситуации поможет. Пытается построить тут сторожевые древа. Алхимик спасает день, так скажем. Горгулю забирает. А плетение рудника пока что продолжает делаться. И новые сторожевые древа заказываются. Потому что они нужны рано или поздно. Для того, чтобы хотя бы позицию занимать. Чтобы не терять Т3. Ультимейт есть у Лича. И вот такая вот возможность открылась у Хэппи. И он тратит ультимейт для того, чтобы уничтожить древо жизни. И это сработает в итоге. Death and Decay. Смерть и разложение. Виспам бы желательно, конечно... Там новый будет, да? О, хорошо засплите у Фоги, конечно, виспов. Потому что нова только в одного зашла. Что не так уже плохо. Алхимик телепортируется. Падает все. Ульту вызывает. Потому что поднимает вурдалаков. Который, типа, много урона по великану наносит. Плюс вот такая вот функция есть у них. Окружение, да. Но здание почти не остается. Опять же, правда, сверху справа. Точнее, сверху. Строит Хэппи базу. У него там уже все готово, скорее всего. Некрополь ставят, да? Ставт 0 в итоге великана. Светок телепорта есть у обоих персонажей. Пытается уничтожить Декурата. Потом уйти. Ставтает Ляписа. И нажимает светок телепорта. Потому что боится Кайоа. Боится новый. Дряд успел забрать. Но, по мнению Фоги, тут уже почти здания не осталось. И, типа, можно праздновать победу. Но, в действительности, тут еще есть база, которую можно защищать. В Фоги, конечно, ресурсы прям на... На черный тень копит. Посмотрите, сколько у него золота. Почти 2000. Да, заказ активный. Делает отэп с твоим медведем. Делает Дриад. Здесь нельзя пустить корни. Ну, стоит отдать должное. Казалось бы, в такой тяжелейшей ситуации у Хэппи еще сохраняются шансы. Его шансы заключаются в очень сильных героях. То есть, шальные Койл Нова. Умирает Демон Хантер. Фоги вынужден его выкупать. Потом он опять умирает. Условно-условно. Да, и уже проблемы начинаются. Death and Decay есть у Лича. То есть, можно подходить, забирать здание. У Фоги заканчиваются уже базы. То есть, у него осталось только экспанты и мейн перекопаны. То есть, две шахты. Две шахты против одной не такая уж и большая разница в действительности. Но, с другой стороны, посмотрим, что будет дальше. А промах, конечно, дико неприятный. По 50 урона стычки просто наносит. Идет выносить здание. Опять же, свитка телепорта нет, но есть став. Если что, став вам можно будет спасать. Пытается, в первую очередь, Зиккурата уничтожить. Койл новый сейчас будет. Да, стафает в итоге. Все правильно. Новый не было, кстати. Ну, решил, и не вы урона просто так не получать. За доджа, можно сказать. Зиккурата уносит. Три великана с дубинками подходят. Хотят дать бой ими. По мнению Флоки, скорее всего, он думает, что это тоже победа. Потому что Зиккурат пал. И это, типа, последнее здание. Этот великан сейчас погибнет. Да. Музыка Рокки должна была включиться, но она не включается. Потому что, оказывается, тут еще база есть. Ставится склеп. Просветил. То есть, понял, что происходит. Просветил и теперь понимает, что нужно идти сюда. Понимаю. Древо жизни, древо жизни. В двух местах одновременно сразу два древа жизни. Алхимик, кстати, почти шестой взял. На секундочку, да? Алхимик почти шестой. То есть, у него скоро будет трансмутация? Так называется, вроде. Идет закупаться артефактами. У него неуязвимость купить. Нанял дирижабль, чтобы можно было пропалить. А, виспа взял. Ну, типа, на всякий случай сюда на расстоянии. У него тут есть дриата, кстати. Она все время тут стояла. Не жалею он там базу хочет поставить. Если он взял виспа на дирижабле. И куда еще, кроме острова, ему можно лететь? Ну, по лимиту мы видим, что хэппи почти нет уже. Но, опять же, сильные герои, господа. Не стоит это недооценивать. Великаны сами по себе урона почти не наносят в бою. Медведей мало. Хотя, 3-3 улучшения, это, конечно, сильно. Но есть сфинкс, который их может убить. Плюс еще рык можно снимать. Ну, и опять же, демонт хантер. От койуновы очень серьезно страдает. А, ухимик страдает от сферы проклятия. Потому что у него всего лишь 2 единицы брони. Соответственно, если попасть по нему сферой, выстрелом. То у него будет минусовая броня. Он будет получать очень много урона от физических атак. Купил неуязвимость. Есть видок телепорта. Есть вокруг чего играть. Ну, а хэппи себе спокойно добывает ресурсы. То есть у него тут есть прокачанная нерубка. У него все абсолютно под контролем. Древо жизни село. Можно будет там добывать золото. И тут действительно заказывает древо жизни. Элич сзади. Магазин будет тут. А, есть магазин. Хорошо. Удивительно, но у Фоги дерева нет. Крошер не работает или что? Действительно, Крошер не работает. У Фоги ну дерево, реально. Надо или виспов нанимать, или Крошера нанимать. Он, видимо, хочет Крошера нанять. Но дерева не хватает на него. Демон Хантера сейчас на плоскохе вернутся обратно. Тут пришел великий поход эндов. Звукоповых, потому что понимает, что дома уже они бессмысленны, так как атаки не будет на его базу. Наоборот, он должен атаковать. И он отправляется всем вперед. Наши воины вступили в бой. Седьмой и шестой уровни у героев. Давненько такого не было видно. Там 5-5. То есть вы понимаете разницу в прокачке, да? Так, тут вардалаки нанимаются. Ну, а что еще нанимать? Не пауков же. Хотя горгули можно уже делать потихоньку. Потому что есть все. А, нет, нет, это 2 для этого. Нельзя горгули нанимать. Да. Демонхантер потерял половину здоровья. Его, если что, можно ставнуть. Великаны просто на пофиг здания выносят. Это, в принципе, их функция. Угу. Так, выносит реликварий. Магазин минус. То есть теперь нельзя будет закупаться банками здоровья. Например, для того, чтобы экстренно спасти героя. Проходит дальше. Опять же, методично фоги заходят внутрь. Очень аккуратно. Без маны совершенно герои нежити. То есть колуновый не будет. Это большая проблема для нежити. Неуязвимость вовремя нажал фоги. Из этого герой сейчас не умирает. Андетт просто внутри стоит. Зажатый в углу. Но, как бы, зажатый в углу зверь. Самый опасный, что еще можно сказать. Ну и постепенно юнит начинает заканчиваться. Великанов толком нет. Алхимик почти шестой уровень взял. Можно попытаться забрать великана. Да, великан умирает. Сильно в итоге получилось. Все-таки ритуал есть. И, соответственно, каким-то образом ману восстанавливать можно. Алхимик прожимает свиток телепорта и уходит отсюда. То есть каким-то образом Андетт, ничего не имея, смог отсюда отбиться. Ну и, соответственно, тут падают сторожевые древа. Древо войны. И нужно будет потратить время для того, чтобы восстановиться. В идеале на колодце сходить и тут восстановиться. Но, опять же, вот если бы тут мейн был бы, телепортировались бы сюда. Выпили бы из колодцев и сразу пошли бы на вражескую базу. Так они побежали и даже не восстановились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И при этом шахт сколько рабочих? Раз, два, три, четыре, пять. Так. Что по-быстрому? Пять. Пять умножить на семь умножить на шестьдесят. У Фоги добыча две тысячи сто золотых в минуту. Понимаю. Две тысячи сто золотых в минуту. Три тысячи золота в стэше. Вот это вот макро. Вот это вот я понимаю макро. Самое забавное, что Фоги при этом в красный лимит не хочет выходить. Типа. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Death and Decay. Если так телепорта прожимает. Death and Decay надо отменять. Можно пытаться цепануть кого-то. Но опять же, там уже со смерти с третьей аурой. Поэтому даже замедление триад не особо сильно помогает контролировать оппонента. Да, замедляет. Но они передвигаются. Все еще. Пускай медленно, но передвигаются. Как видите, их толком догнать не могут. Это, конечно, реген хп под третьей аурой. На проклятой земле у нее. Посмотрите на это. Что-то вообще такое. Кладбище отстраивает. 4 тысячи золота. Кто больше? 5 шахт. Понимаю. А, не везде добывают. Окей, ладно. Значит, не 2100. А получается всего лишь... Ну, где-то тысяча получается... Подожди. Ладно. Давайте. 7 умножить на 4 умножить на 60. 1680. Так, в невидимости бегает Demon Hunter. Алхимик почти шестой. Буквально. Один любой юнит умирает, он будет шестым. Судя по всему, по крайней мере, да? Ну, не любой. Но почти любой. В теории с обминейшеном будет достаточно. Съел для того, чтобы мана была. В итоге, новый так и не воспользовался. Пытается как-то внутри спрятаться без маны. Абсолютно нежить. Нет кайлов. Нет новый. Ритуал в перезарядке. Можно порвать сейчас съесть. Но тогда армии вообще не останется. Ну, в принципе, какая разница. Лич пытается спрятаться где-то внутри. Лич умирает! А то химика. Нет, не уйдем. У меня нажимает Demon Hunter. Своим телепортом, если что. РЦ смерти под фокусом. Никак его уже не спасти. Вовремя идеально ставится Demon Hunter. Ну, и в итоге игрок за нежить пишет GG. И Фоги выигрывает в итоге со счетом 3-1. Это уже вторая победа. Фоги над Хэппи. За достаточно короткий период времени. Будет круто, если это станет, конечно, чем-то регулярным в том плане, чтобы была конкуренция. Потому что конкуренция, это всегда интересно всем. Это интересно зрителям. Это интересно комментаторам. Это даже игрокам интересно. Потому что есть куда прогрессировать. Если есть конкуренция, это мотивация к росту. Но, возможно, бесконечные победы Хэппи все-таки загнали его в зону комфорта. Например, я не знаю. Потому что, действительно, в последнее время все чаще и чаще. Ему сложнее становится побеждать. Возможно, наоборот, Фоги замотивировался. И еще как бы сильнее вырос над собой. Выше вырос и так далее. Черт его знает. Будем смотреть дальше. Смогут ли такие достижения повторять игроки и дальше. Спасибо большое за просмотр и приятного вечера.